Всероссийская акция в этом году станет 11-й по счёту для художественной галереи. Каждый раз её сотрудники ищут новые подходы для того, чтобы очередная ночь музеев стала незабываемой для саровчан. В этом году здесь будут работать 12 площадок. Гостей ждёт лекция о городской архитектуре, арт-лаборатории, концерте, танцевальной перформансе и многое другое. Изюминкой вечера станет арт-лаборатория «Пигменты лайф». Мы покажем вообще, как выглядят краски до того, как их мы получаем уже в коробочке, покупаем в магазине. И даже самые смелые попробуют сами смешать эти пигменты, что из этого получится. Во время ночи музеев в галерее презентуют две выставки «Её глазами» и «Гиперреализм, романтический постмодернизм». Автор последней, московская художница Ольга Гречина, приедет на открытие и встретится со зрителями. Будет развернутая творческая встреча, потому что Ольгу Гречину очень хочется расспросить, что же это за такое направление, откуда оно идёт, какие корни. И, в общем-то, всё искусство XX века, второй половины, то есть вот эти измы, которые появились, которые долгое время прорастали в нашем отечественном искусстве, здесь мы как раз посмотрим. К ночи музеев традиционно присоединится библиотека имени Маяковского. Здесь идёт активная подготовка к акции, чтобы каждый посетитель нашёл для себя подходящее занятие. Основным лейтмотивом, объединяющим площадки библиотеки, станет театр. Здесь можно сыграть и в театральное лото, и вспомнить основные события, которые связаны с нашим драматическим театром, которому в этом году исполнилось 70 лет. Можно с помощью скороговорок проверить правильность речи, дефекты, можно отгадывать неизвестные слова. Большинство площадок ночи музеев будет открыто с 19 до 24 часов 17 мая. Подробную программу можно посмотреть на сайте artsarov.rf. Екатерина Опёнова, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров, 24.